Многие считают, что во время основания Петербурга 27 мая 1703 года на месте будущего города простиралось огромное болото, на котором ничего не было. На самом деле это не так. Там, где сейчас находится исторический центр Петербурга, располагались около 40 поселений. Они существовали здесь еще до прихода шведов и раньше принадлежали Новгороду. Жители этих поселений стали первыми петербуржцами и принимали активное участие в строительстве города. В 1600-х годах эти территории в ходе войны были отвоеваны шведами и принадлежали им до 1721 года. На момент начала строительства здесь стояло около 40 оживленных поселений с церквями, крепостями, домами. По тем меркам это были довольно крупные населенные пункты, но власть старые постройки снесла и на их месте построила новые объекты. Во время Северной войны кампания 1703 года была в целом успешной для русского оружия. Главный удар в этот период Петр I решил направить против шведских сил, запирающих Россию выход в Финский залив. Основным опорным пунктом шведов здесь была крепость Ниншанс, располагавшаяся при впадении в Неву реки Охты. Захваченная русскими крепость Ниншанс не смогла обеспечить оборону устья Невы, так как она была расположена далеко от моря. На военном совете в мае 1703 года было принято решение искать место для новой крепости. Выбор пал на небольшой низкий островок Энисаари, Зайчий, Люстгалым, Веселый остров, у правого берега Невы, расположенный при разделении реки на три рукава Большую Невку, Большую и Малую Невку. 27 мая 1703 года в день Святой Троицы на острове заложили крепость. Именно этот день считается днем основания Санкт-Петербурга, но имя свое крепость получило только 29 июня, когда в Петров день здесь заложили церковь святых Петра и Павла. Апостол Петр по христианскому преданию был хранителем ключей от рая, и это тоже казалось русскому царю символичным. Город, носящий имя его небесного покровителя, должен был стать ключом от Балтийского моря. План будущей крепости начертил сам Петр. Строить укрепления надо было очень быстро, чтобы успеть за короткое лето. И действительно, к осени 1703 года крепость была в черне закончена. В первые годы ее стены для ускорения засыпали из земли. Возведение же каменных укреплений началось через три года, в 1706 году. Царь назвал новую крепость Санкт-Петербург. Это же имя получил и возникающий вокруг Заячева острова город. Больше всего Петр I не хотел видеть свой город похожим на Москву. В мечтах своего создателя этот город должен был стать новым Амстердамом, не только столицей огромной Российской империи, но и крупным архитектурным центром. Одному из своих подданных государь однажды сказал, дай бог, чтобы Петербург стал новым Амстердамом. Именно отсюда и пошло такое родное и любимое петербуржцами название Питер. Дело в том, что первым жителям города было сложно произносить название целиком, и они сократили его, оставив только середину. Лишь в 1720 году Санкт-Петербург стал Санкт-Петербургом. Город стали называть на немецкий лад. Существует мнение, что именно этот день следует считать датой основания города. Но первоначально город-крепость строился как форпост. Петр I не думал здесь возводить новую столицу. Военная крепость должна была прежде всего отражать нападение шведов. Мысли о том, чтобы построить здесь новую столицу, пришли в голову императора спустя несколько месяцев. История основания города Санкт-Петербурга со временем дополнилась многочисленными легендами и мифами. Ходит миф о том, что 27 мая 1703 года Петр I совершил обход своих новых владений на Неве и заложил первый камень крепости, с чего началось строительство города. В течение всего дня царя сопровождал орел, птица, символизирующая храбрость и силу. На самом деле это всего лишь красивая легенда. В реальности Петр I в тот день находился на Ладейном поле, где встроились корабли для будущего Балтийского флота, в 200 километрах от места основания Петербурга. Кто конкретно начал строительство крепости, в документах не зафиксировано, но известно, что постройка была деревянно-земляной. Царь заложит первый камень крепости лишь через три года, в 1706 году, когда сооружение решили перестроить в камни по проекту Доминика Трезени. Сразу же после закладки крепости на берегу Невы за три дня был срублен деревянный дом для Петра. Домик Петра был сооружен солдатами-плотниками в рекордно короткие сроки с 24 по 26 мая 1703 года. Первоначальный дворец Лекрасной хоромцы состоял из двух светлиц – кабинет и столовая, разделенных сенями и спальней, и был срублен из стесанных сосновых бревен. Снаружи окрашен под кирпич, а изнутри обит холстом на голландский манер. На коньке крыши находилось резное изображение мортиры – знак того, что это было жилище капитана бомбардирской роты. Царь захотел, чтобы его новое жилище походило на полюбившиеся ему голландские постройки, поэтому стены деревянного дома масляной краской расписали под кирпич. Петр жил в этом доме недолго и только летом, но в память обоснователей Петербурга домик Петра сохранен до сегодняшнего дня. Санкт-Петербург строился крепостными, государственными крестьянами, а также вольнодоемными рабочими. Из-за непростых условий работы строительство велось вахтовым методом. Через каждые 2-3 месяца люди сменяли друг друга. Всего же за 14 лет возведения города в строительстве Петербурга приняли участие около 300 тысяч человек. Для сравнения, в 1703 году население Москвы составляло 200 тысяч человек. Строить город мешали и медведи. В мае 1703 года в Петербурге были не только одни болота. Так, весь Елагин остров был покрыт густыми лесами. Оказалось, что в них водилось много бурых медведей. Животные нападали на строителей и загрызали их насмерть. Когда такие случаи участились, Петр I приказал открыть охоту на медведей. Часть зверей истребили, а оставшиеся покинули остров и больше не мешали рабочим. Первое время возведение домов в Петербурге шло крайне медленно. Для того, чтобы ускорить процесс, Петр I запретил каменное строительство во всех городах России, кроме Петербурга. Все каменщики были вынуждены ехать на работу в строящийся на Неве город. Кроме того, царь учредил каменный налог. Люди с каждого воза, прибывавшего в город, должны были отдать определенное количество камня или же заплатить крупный штраф. Тогда процесс пошел гораздо быстрее и каменное строительство в Петербурге наладилось. Первой улицей Петербурга стала Петровская набережная. Она стала застраиваться сразу же после первого основания города и стала частью первого живого квартала Петербурга. На участке, который располагался ближе к Неве, поселились первые лица государства. Здесь был построен деревянный домик Петра I, первый петербургский дом князя Меджикова и особняк оберкомиссара Синявина, в котором поселился первый комендант Первопавловской крепости Карл Эдвальд фон Ренне. Также в то время в домах на Петровской набережной жили первый государственный канцлер России Гавриил Головкин, директор литейного завода Яков Брюс, петербургский воевода Иван Строев и многие другие. Новый город также рос рядом с крепостью на соседнем Березовом острове. Этот остров даже стали называть городским. Теперь это Петроградская сторона. Уже в ноябре 1703 года здесь открылся первый храм города в память о том, что крепость была заложена в день Святой Троицы и его тоже назвали Троицкий. Перестроенный через несколько лет в камне Троицкий собор некоторое время был главным храмом столицы. Именно здесь в 1721 году Петр I принял титул императора. А в 1712 году Санкт-Петербург был провозглашен столицей России. В 1713 году в селица, принадлежащие к царскому двору, должны были селиться в Петербурге. Сюда переехал правительственный сенат. Указом Петра Великого от 16 января 1712 года в Петербурге создаются инженерная и артиллерийская школы. В первые 10 лет существования главной частью города был городской остров. Здесь находились гостиный двор, Троицкая церковь, множество служебных зданий, ремесленные слободы и воинские части. Первым промышленным предприятием города стала Адмиралтейская верфь, открытая в 1705 году на Адмиралтейской стороне, где в дальнейшем была построена галерная верфь. В 1712 году Петр I издал указ о создании генерального плана Санкт-Петербурга. Именно с этого времени активно начали застраиваться Васильевский остров, Выборгская сторона, разворачиваются строительства пригородных дворцов Петергофа, Екатерингофа, Оренбаума. К 1725 году построены смольный двор, литейный двор, водяные пильные мельницы, кирпичные, восковые, пороховые, оружейные, шпалерные, кожевенные, другие заводы, пищевые предприятия. В 1724 году из Москвы был переведен монетный двор.